В Башкортостане количество выданных ипотечных кредитов сократилось практически вдвое. Если в июне было почти 9,5 тысяч договоров, то в июле меньше 5 тысяч, сообщили в Нацбанке по республике. По сумме это 32 миллиарда и 13 миллиардов рублей соответственно. По данным Российской гильдии риэлторов, на сегодня минимальная рыночная ставка по займам на покупку жилья составляет 20%. В основном на такие условия соглашаются заемщики с хорошим первоначальным взносом, а также остро нуждающиеся в жилье в надежде в будущем на рефинансирование. В условиях высоких ставок актуальными и популярными стали программы-расрочки, которые предлагают застройщики и банки. Рассрочки каждый застройщик предлагает свои. Это может быть и 5%, и 10%, и 15%. Более того, чаще всего мы сейчас встречаем программы, которые не увеличивают стоимость жилья при такой рассрочке. Да, есть риски, потому что когда клиент выходит в рассрочку, в следующем периоде в договоре у него есть обязательство выплатить полностью всю сумму до момента сдачи дома в актуацию. Это либо за два месяца, либо в тот срок, который обозначен в договоре. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Но они будут более адресными, а именно рассчитанными на молодых специалистов, занятых в промышленности, строительстве и науке. По словам аналитиков, несмотря на сворачивание всеобщей льготной ипотеки и охлаждение рынка недвижимости, продавцы упорно стоят на своих ценах. Если снижение и есть, то это лишь несколько десятых процентов.